В дежурную часть отдела полиции Нефтекамска за неделю поступило 499 сообщений о происшествиях. Зарегистрированы один разбой, вымогательство, грабёж, 9 краж, 4 мошенничества и один факт изъятия наркотических средств. 101 раз сотрудники полиции выезжали на семейные скандалы. Мошенники не перестают действовать по своей любимой схеме. Звонят близким родственникам и заставляют поверить в дорожно-транспортные происшествия, которые на самом деле не происходили. Так, на прошлой неделе пожилая Нефтекамка под страхом переживания за сына лишилась 50 тысяч рублей. Пожилой женщине в возрасте 83 года позвонил мужчина, представился кратким голосом сыном, что он попал в ДТП и сотрудники полиции вымогают у него 50 тысяч рублей за то, чтобы его не арестовали. К ней должен был подъехать мужчина. Сын попросил, чтобы деньги мама вынесла этому мужчине, передала, и тогда с ним всё будет нормально. Женщина даже не догадалась перезвонить сыну и уточнить, всё ли с ним в порядке. Через некоторое время пришёл мужчина, который описал якобы сын, не задумываясь, передала деньги в сумме 50 тысяч мужчине. Как свидетельствует сообщение в дежурную часть отдела МВД по городу Нефтекамску, за прошедшие сутки злоумышленники звонили нескольким жителям города. Очередной пострадавшей от проделок мошенников стала 64-летняя нефтекамка, которая лишилась куда более крупной суммы. Злоумышленники пристали сотрудникам полиции и объяснили то, что якобы мошенники хотят оформить от её имени в кредит в одном из банков. Для того, чтобы прекратить эту операцию, необходимо было, значит, они убедили её продиктовать, значит, все реквизиты своих банковских карт. Они уточнили, сколько денег хранится на её счетах, значит, не кладя трубку, значит, убедили её снять все эти денежные средства и, подойдя к банкомату, все денежные средства снять и перевести, якобы, на так называемые безопасные счета. Во время того, когда она разговаривала со злоумышленниками, ей звонили родственники, пытались до неё дозвониться, но она даже проигнорировала их звонки и не прекращала разговаривать с этими мошенниками. В результате она все деньги, которые у неё были, суммой 700 тысяч, перевела неизвестным лицам. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Полицейские призывают горожан ни в коем случае не действовать под диктовку неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись, ни под каким предлогом не передавать данные и коды банковских карт. А также стоит быть бдительными при заказе товаров через интернет.